МОСКВА Москва – одна из самых привлекательных инвестиционных площадок. За год общий объем инвестиций в экономику города составил около 35 миллиардов долларов. Введено в эксплуатацию порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, была завершена ревизия большинства инвестиционных и градостроительных решений в Москве, в результате чего было отменено около 25 миллионов квадратных метров недвижимости, которая в случае, если бы она появилась в Москве, значительно ухудшила городскую среду. Это, конечно, крайне непростое решение было, и непростое с точки зрения общения с инвесторами, и с точки зрения экономики города, потому что 25 миллионов квадратных метров в Москве – это объем привлечения инвестиций, который равняется десяткам, если не сотням миллиардов долларов. Тем не менее, как вы видите, это не повлияло на объем привлечения инвестиций, вот, недвижимости в Москве, но просто это уже другие проекты, более нужные городу и более комфортно вписывающиеся в его среду. Правительство Москвы прилагает немало усилий, чтобы сохранить и реконструировать ряд объектов культурного наследия. К этой работе привлекут и инвесторов, создадут для них самые благоприятные условия. Например, в городе уже запущен уникальный проект – так называемая аренда зданий за рубль. Когда инвестор заканчивает реставрацию, то планка аренды этих помещений снижается до 1 рубля, и 20 таких проектов в этом году уже запущено. Я думаю, что это подвигнет многих инвесторов быстрее и владельцев зданий, не только Москвы, но и других частных владельцев, быстрее заниматься реставрацией и приведением порядка зданий, которые находятся в центре города. Не так давно Москва приросла новыми территориями, которые на десятилетия вперед стали площадкой для интенсивного освоения. Выработать грамотную градостроительную политику для периферийных территорий непросто. Еще сложнее реализовать ее на практике. Тем не менее, сегодня порядка 80% всех городских ресурсов направляется на проекты, целью которых является повышение качества жизни периферийных районов. Мы прекратили уплотнительную застройку, но продолжаем возводить необходимые для жителей объекты, которые не ухудшают, а улучшают городскую среду. Жители Новой Москвы, как и все остальные, ждут решения транспортных проблем. Столичное правительство приняло одну из крупнейших в мире программ развития общественного транспорта. Только в этом году в Москве появилось более 12 километров новых линий метро. В стадии строительства находятся еще 30 станций подземки. Построено и 72 километра новых дорог, 14 крупнейших транспортных сооружений. Впервые в Москве мы хотим предложить частному бизнесу концессию на строительство платной магистрали протяженностью 11 километров. Это будет северный дублер Кутузовского проспекта, связывающий деловой центр Москва-Сити с новой магистралью, которая пришла к КАДу, это северный обход Одинцова, начало дороги на Белоруссию. До конца года мы представим инвесторам детальную информацию об условиях этой концессии, чтобы они могли принять решение об участии в конкурсе. При схожести транспортных проблем, с которыми сталкиваются крупнейшие города мира, в Москве есть и одна особенность, которая заставляет столичные власти иногда принимать нестандартные решения. В российской столице в пять раз меньше площадь дорог, чем в любом другом мегаполисе Европы. И транспортные ограничения у нас гораздо жестче, чем где бы то ни было. Поэтому иногда нам приходится принимать и нестандартные решения, убирая светофоры, перекрестки, делая эстакады. С одной стороны. С другой стороны, там, где это возможно, мы действительно сужаем, наоборот, проезжую часть. В частности, проект, который был реализован уже в этом году на Большой Дмитровке, вместо четырех полос движения там осталась одна, а все остальное было отдана пешеходам. И такие проекты будут и дальше появляться в Москве. Привлечение инвестиций в социальную и транспортную сферу городского хозяйства, конкурсы на закупку нового подвижного состава для метро, реформирование столичного здравоохранения и образования, платные парковки, вопросы благоустройства – вот основные направления работы московского правительства на ближайшие годы. Редактор субтитров А.Семкин